Смотрите в выпуске. В Уфе десятки лет хоронят людей за забором закрытого кладбища. Как такое возможно? В столице Башкирии неизвестные вырубили лес и в промышленных масштабах добывают песок. Шахматы для пенсионеров, кинотеатр для молодежи и карусели для детей. Как жители видят новый парк в Уфе? Мы находимся на территории Диопского кладбища. Сейчас мы спускаемся вниз к забору. И обратите внимание, здесь за забором производится захоронение. Участок за забором и он не предназначен для кладбища. Демское кладбище считается закрытым с 70-х годов, но несмотря на это оно продолжает разрастаться. Как правило, люди желают лечь в могилу рядом с родственниками. По законодательству это возможно спустя 20 лет, но на то же место. Таким образом, не предполагается, что могил станет больше. Здесь же все совсем не так. Как на протяжении такого долгого времени удавалось продолжать хоронить людей за забором становится непонятным, хотя схема достаточно ясна. Он приходит сюда, обращается к работникам КСО. КСО это что у нас? Это комбинация специализированного обслуживания. Во всяком случае, это было так до августа месяца. Они как раз занимались выделением мест на кладбище. И после этого они дают заключение, что место имеется. То есть, если они дали место, что здесь место имеется, они уже знали, что они не имеют права себе давать место. Я говорю, таким образом, мне вводят заблуждение вышестоящее начальство. Потому что с этой бумажкой нужно идти дальше куда? Да, нужно идти в мэрию. Там ставят еще одну подпись и дальше в управление коммунального хозяйства. И еще одна подпись. И по сути все законно вышло. Все законно получилось. Работник КСО прекрасно знает, что это место не предназначено под похороны. Тем не менее, все равно дают такое разрешение. Вот обратите внимание, могила, она захоронена в 2020 году, хоть и нет таблички, но это тем не менее, это так. И это прямое нарушение. Я думаю, что работники КСО убрали эту табличку, потому что, чтобы скрыть год захоронения. Видите? За пределами забора более ста могил. Около пяти лет назад прокуратура уже выносила предупреждение. Сейчас Ассоциация похоронных организации УФИ подала еще одно заявление в органы с просьбой провести проверку. А вообще вы какое решение видите? Ну вот приходит человек, говорит, я хочу здесь, у меня тут бабушка, я не могу далеко ездить, не знаю, дедушку хочу здесь похоронить. Ну вот, как вы видите вообще решение этой проблемы, если кладбище закрыто, что делать? Ну, кладбище закрыто, если можно хранить урну с прахом, как одно из решений, это строительство крематория, как одно из решений. Ну и конкретно по Демскому кладбищу вот здесь вот. Ну, я считаю, что нужно провести кадастровые работы, зарегистрировать, перенести забор и узаконить эту землю. Ну, на все нужно, как бы сказать, желание, нужно работать же. Мы отправили запрос в комбинат специализированного обслуживания с просьбой прокомментировать данную ситуацию. Наше письмо, к сожалению, сразу не увидели, так как оно, по словам сотрудников комбината, попало в спам. Но пообещали ответить в течение семи дней, поэтому мы обязательно расскажем вам подробности на нашем официальном сайте телеканала. А вот, что ответила администрация города. В настоящий момент границы Демского кладбища уточнены и соответствующие изменения внесены в градостроительную документацию. В 2021 году планируется устройство ограждения с учетом уточненных границ кладбища. Захоронение осуществляется в рамках действующего законодательства с учетом волеизъявления родственников усопших. Однако, несмотря на то, что границы кладбища сейчас расширяют, по мнению юриста, действия по захоронению все равно, скорее всего, незаконны. Для того, чтобы вообще установить в определенном месте кладбище, необходимо провести межевание земли, межевание квартала, земельного участка. И такой проект межевания должен пройти общественное слушание, то есть где каждый гражданин может прийти и, соответственно, высказать свою позицию, обосновать ее и так далее. Если данное кладбище было установлено в каких-то очень далеких годах, в какой-то момент оно было закрыто для захоронения, то, соответственно, могилы, захоронения, которые произведены после того, как само кладбище было закрыто для захоронения, они уже сами по себе поставлены незаконно. И, соответственно, надо, чтобы реагировали правоохранительные органы, ну и, разумеется, муниципальные органы. В первую очередь нужно написать в администрацию заявление о том, что есть потребность в расширении кладбища, и тогда они уже смотрят, могут ли они его расширить по СанПИНам. Что входит в СанПИН? Это грунт земли, это подводные воды и расстояние от жилых домов. И, на самом деле, там очень много еще, на что нужно обратить внимание, и просто так его не расширить. На самом деле это огромный нонсенс, и коллеги из других городов, когда увидели эту новость, были в таком шоке. Как возможно? Это же как пойти в лес и похоронить. Борис Евдокимов, руководитель частной организации в сфере ритуальных услуг, практически всю жизнь проработал в этой сфере. И, по его мнению, именно сейчас здесь нет порядка. Захоронение за пределами кладбищ, хаотичное распределение могил, воровство оград и разрушение памятников в Уфе стало нормой. Как живем, как говорится, так и умираем, и все остальное соответствует этому. Если приложить больше усилий, кладбище может содержать в гораздо лучшем состоянии. Анастасия Худик, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ. Инспекторы Всероссийского общества охраны природы едут на окраину Уфы. По их информации, возле деревни Базилевка незаконно добывают песчаногравийную смесь и древесину. На месте их встречают горы Чернозема и песка. Техника действительно стоит, не работает. Охранник дежурившей вагончики рассказал, что добыча песка пока не ведется. Больше месяца никого нет. Больше месяца никого нет. Нет лицензии на вывоз гравия. Ждем, когда все появятся. Я охраняю, чтобы трогали их. А появятся? Это что именно? Они получат разрешение, то есть лицензию на вывоз вот этой ПГС. А что это вы мне снимаете? Ну, в смысле, у нас что, сначала выкапывают, а потом лицензию получают или как? Вы дайте контакты, кому позвонить можно? Какое юрлицо работает? Я вообще ничего не знаю. Мужчина так и не выдал своего работодателя. Лишь отметил, что сюда уже несколько раз приезжали проверяющие. Вот грубо вам скажу. Скажите. Перед тем, как все это затормализировалось, полтора месяца, вот было 15 машин, которые запретили. Вы 16. Ничего не знает и этот молодой человек. Говорит, нанимался сюда экскаваторщиком. Да, вечер жду, пока смены не закончатся и уеду. А вы сами работу не вели здесь, да? Нет, я вот третий день только здесь. Третий день? Да, вот они как стоят, экскаваторы без солярки. По словам охранника, работы начались в мае этого года. Тогда жизнь здесь кипела. Копали экскаваторы, ездили самосвалы. Согласно публичной кадастровой карте, этот земельный участок, где велись работы, разрешен только для иных видов сельскохозяйственного использования. Как раз ровно наоборот, это промышленное производство. Мы видим, что сняли плодородный слой земли. Произведены скрышные работы. Добывается песчано-гравийная смесь, то есть ПГС. В промышленных объемах проведена сплошная вырубка леса в диаметре одного километра. А лес здесь не рубили, здесь толкали. Вот я 20 лет рубил лес и вывозил, я здесь леса не вижу. Что за деревья? Это даже в краншпан не возьмут. По мнению инспектора Всероссийского общества охраны природы, через лес прорубался путь к существующей дороге, чтобы было удобнее вывозить ПГС. Строительный мусор засыпают? Строительный мусор приводится сюда, чтобы полотно было тверже. Фактически лесную зону уничтожают сплошной вырубкой, на которой, скорее всего, нет никаких разрешительных документов. То есть мы это проверить не можем, потому что представители организаций, которые занимаются этими делами, их нет на месте, и вряд ли они будут афишировать свою личность. А вот так раньше выглядела эта местность на снимках со спутника. А здесь уже видно, что работы начались. Вскрыт верхний слой почвы и вырублены деревья. По предварительным оценкам общественных инспекторов, общая площадь территории, где велась раскопка, составляет более 50 гектаров. Глубина этого карьера примерно 4 метра, а длина около 200. Здесь незаконно сняли плодородный слой почвы, а затем добывали песчано-гравийную смесь. Куда выводили строительный материал, пока остается неизвестным. Также непонятно, почему до сих пор не вывезена техника, если работы остановлены. Еще более серьезными вопросами задаются общественные инспекторы. Как мы получили комментарии от охранника, здесь уже было огромная масса проверяющих. С какой целью приезжали эти проверяющие, если никаких материалов, правоохранительных органов нет? Как они осуществляли проверку, если по факту эта деятельность приостановлена только на время, до получения лицензии. Эту лицензию уже получить невозможно этими лицами, потому что они нарушили закон. Это уголовное наказание, да, статья 260, да, незаконная вырубка леса. Ну, и также мы видим, что безлиционная добыча, это, опять же, уголовное преступление, статья 171. И также налицо статья 158 уголовного кодекса. Это кража песчаной гравийной смеси. Мы обратились в правоохранительные и надзорные органы за комментариями. Но на момент выхода сюжета оперативно получить их не удалось. В прислужбе МВД нам рассказали, что по данному факту ведется проверка. Наш телеканал следит за развитием событий. Рустам Нурешев, Роман Гуманов, телеканал ЮТВ. Бурные обсуждения и море идей. Так проходят публичные слушания по реконструкции Демского парка культуры и отдыха в Уфе. Жители вместе с командой Института развития городов уже во второй раз собираются, чтобы создать его образ. Наша задача, так сказать, поговорить с жителями для того, чтобы понять, какие зоны они хотят сохранить, какие зоны новые, функциональные зоны они хотели бы привнести. Давайте просто арт-точка, все, хватит, достаточно. Однако к обсуждению жителям нужно было подготовиться. Для этого их поделили на команды и раздали специальные анкеты, куда пришедшие описывали свои ассоциации с будущим парком и предлагали идеи по его модернизации. Конечно, хотелось бы сохранить и модернизировать самые главные аттракционы, как для совсем маленьких детей и постарше. То-нибудь молодежное, что связано с искусством, потому что это пользуется популярностью. Кинотеатр под ним однозначно стоит сделать, я считаю. Также нужно реконструировать сцену, потому что она сейчас не то чтобы приемлема выглядит. Для пожилых, мне кажется, было бы здорово сделать какие-то беседки для шахмата, для игры, шашки. Возможно, хороший стадион какой-то, небольшой, чтобы там можно было проводить игры какие-то. Сделать баскетбольную площадку, волейбольную площадку, для скейтбордов тоже. Хочется, чтобы были ровные асфальтовые дорожки, чтобы были как тихие зоны, так и активные зоны. Отзывается слово «дети», «выдпарк» – это про детей. Несмотря на то, что аудитория разновозрастная и у каждой свои потребности, жителям удалось прийти к единому мнению. Одни из самых важных объектов, которые обязательно должны появиться – это амфитеатр, площадка для воркаута и беговые дорожки. Теперь эти идеи будут постепенно воплощаться на бумаге, а потом и в жизнь. Планируем до конца года разработать архитектурную концепцию и презентовать ее жителям. По реализации это 2021-2022 год, если все будет, как мы планируем. Последний раз парк реконструировали в 2010 году. Сейчас он выглядит не очень привлекательным. Старая сцена, пара лавочек и небольшая зона с аттракционами. Но у жителей есть и повод для гордости – это зеленые насаждения. Очень бы хотелось нашему сообществу, чтобы в парке сохранилась лесная зона, прогулочная, там, где можно прогуляться спокойно в тишине с коляской. Каждый этап проекта согласуется с жителями, ведь именно они являются главными цензорами. Так Институт развития городов курирует еще один проект, который неожиданно подвергся критике горожан. Показывали нам слайды, там в Казани ребенок по канатному проходу проходит один. Я вам гарантирую, у нас 20 побежит. И вы представляете, они бегут, допустим, и кто-то кого-то толкает, кто-то натыкается. На все эти элементы, по моему ледению, абсолютно небезопасные. Нам нужна функциональная спортивная площадка для наших детей. Сквер в микрорайоне Южный, который с 2019 года находится в разработке. Мы его разработали, презентовали его жителям. Там есть что доработать. А вот в Деме спорить пока не о чем. Сейчас будет создаваться первый проект обновленного парка с распределением функциональных зон. После чего будет очередная встреча с жителями. Чтобы ожидания и реальность совпадали, а новый парк дарил только положительные эмоции. Екатерина Дейнека, Роман Нагуманов, телеканал ЮТВ. Простите, но я хотел бы ущебнуть этого мальчишку. А, новости! Может быть, вы еще от меня захотите ущебнуть? Вряд ли. Талант – это как похоть. Трудно утаить. Еще труднее – симулировать. Авторы этих строк, писателя Сергея Довлатова, честуют в Уфе. В его день рождения, 3 сентября, в лайфстайл-центре Башкирия прошел фестиваль «Литературный импульс». В будущем году исполняется 80 лет Сергея Довлатова. Этот день рождения, его круглую дату будут отмечать в Петербурге, в котором, понятно, он состоялся как писатель. В Нью-Йорке, в котором он тоже наконец-то увидел вышедшими свои произведения, ну и скончался. Или в Таллине, где он работал и написал прекраснейшее произведение по следам этой своей работы, компромисс. Но будет странно, если не будет этого мероприятия в Уфе, в том самом городе, в котором он родился. Довлатов провел в Уфе только раннее детство. Но именно здесь, по выражению писателя, он получил свой первый литературный импульс. Когда мама вывезла маленького Сережу в коляске на прогулку, к ним подошел человек с некрасивым и грустным лицом и попросил разрешения ущипнуть малыша. Позже в семье считали, что этим человеком был писатель Андрей Платонов. Когда уже взрослый Довлатов узнал об этой истории, он придал ей символическое значение. На фестивале эпизод воспроизвели на сцене. Было ли так на самом деле? Нет? Да какая разница? Обойдемся без нотариуса. Моя душа требует этой встречи. Не да? Я еще с детства мечтал о литературе. Для гостей фестиваля подготовили инсталляцию, воссоздав атмосферу довлатовских рассказов, а также устроили показ художественного фильма «Довлатов» режиссера Алексея Германа-младшего. Организаторы хотели не только почтить память писателя, но и вдохновить уфимцев на собственные творческие эксперименты. На фестивале подвели итоги литературного конкурса «Соло на смартфоне». Его участники представили короткие и ироничные истории из жизни в довлатовском духе. Ленка, только не отдавай меня им! Секундная пауза. Прокурор с судьей смотрит друг на друга. Потом до них доходит, потому что пробуешь тоже за углевать. Одна из призеров конкурса профессор Бажгу Ирина Фролова написала целую серию рассказов о своих близких. Писательница вдохновлялась сборником Довлатова «Наши». Это очень добрый писатель, который умеет видеть уникальное в повседневном. Вот это, мне кажется, очень характерного черта, что он умеет смотреть на все незамыленным глазом. И вот все его истории, они очень близкие всем нам, потому что похожие истории происходят с нами, но мы не всегда понимаем, как это интересно, как это весело, как это здорово жить. И вот этот оптимизм, он произведение Довлатова излучает этот оптимизм. Сергей Довлатов запомнился не только уникальным ироничным слогом и философией повседневности. Сама судьба писателя, полная невзгод и разлук, служит для нас примером, как, несмотря на любые испытания, сохранить в себе доброту, человечность и чувство юмора. У Бога добавьте не просим. Вот замечательная, по-моему, мысль о том, что нужно использовать то, что тебе дано, не думать о том, что тебе могло бы быть дадено нечто большее. И вот на этом, что у тебя в руках, ты делаешь свою жизнь. Вот это, по-моему, очень емкая цитата. Память о Довлатове в Уфе до недавних пор ограничивалась мемориальной доской на доме, где жила его семья. В мае Артур Валеев предложил установить в городе памятник, посвященный встрече двух писателей. Хотя проекту не удалось выиграть конкурс на федеральный грант, памятник Довлатову в Уфе может появиться при содействии местных властей. А организаторы фестиваля «Литературный импульс» полны решимости сделать это событие ежегодным. 80-ю годовщину со дня рождения Сергея Довлатова в 2021 году на его малой родине отметят достойно. Артем Валитов, Глеб Избородов и Ильдар Каюмов. Телеканал ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова